Здравствуйте, ребята! Вы смотрите Властелин колец с модом Инорад. Сразу предупреждаю, сегодняшний ролик, походу, будет не очень интересен, потому что меня попросили указать на ошибки, то есть, скорее всего, играют новички. Но, но музыка из второго рыдалера это сделает любой матч динамичным, так что поехали. Карта Эри. Чера играет за Арнор снизу, и Сикинаевка играет за Эмладрис сверху. Давайте посмотрим, кто что делает. Сикинаевка грейдит казарму и выходит сразу же в чемпионов. Это очень странное решение. Чемпионы обычно юзаются против злых фракций, у которых, ну, злых фракций, у которых слабо бронированные юниты, их много. Если он знает, что тут Арнор, а он, походу, знает, что тут Арнор, то, ну, чемпионы не особо-то зайдут. А я не буду говорить, кто просил меня указать на ошибки, потому что это будет спойлер, так что, может... Если вы все еще не закрыли ролик, то, надеюсь, вам будет весело. Или хотя бы интересно. Чера построил Карта Эна. Ну, это классика, в принципе, на этой карте можно крипиться Карта Эном, даже не сносять штуки ради корма. Вот он правильно все делает. Правда, опять-таки, не особо-то нужен ему картен против Эмладриса, но такое-такое. Если бы Эмладрис входил в Гилдора, то это бы ему не помешало определенно. Надо кайтить, надо ставить возле себя одинокого стража. Палатку, короче. Вот, разворачивайся. Ну, короче, у них нет шансов, если он будет все правильно делать. Казарма пока что пустует. Пять очков. Ничего не убирает. Чера тоже ничего не убирает. Выходит в мечников и в лучников. Ривенделл надо рашить. Определенно. Единственный вариант убить Ривенделлы, это просто снести им экономику вначале. Ну, ладно, это не единственный вариант, но это самый легкий вариант. Вот. Но, по всей видимости, мы этого не увидим. Второй отряд чемпионов построился. Какая-то очень хитрая тактика в чемпионов. Не, ну, конечно, в больших количествах они, наверное, сработают против любых мечников. Может быть, даже против Арнорских, пардон. Но, это маловероятно. Если Арнор будет много строить, то у него войска все равно будут сильнее, чем они. Так что, такое. Захватывается, наверное. Кстати, тоже неплохо. Можно строить хоббитов и бросать камнями. Типа такая альтернатива лучникам. Слабая, но зато они могут здания сносить. Еще и чемпионы забирают этот крип. Картен сидит. Ну, такое-такое. Картен должен бегать и обстреливать их. Можно было бы целый отряд убить уже давно, наверное. А сейчас нужно прожать стену щитов, затем оборонку. Иначе они быстро сдохнут. Стену щитов он прожал, а вот оборонку не успел. Тем не менее, лучников и картена хватает, чтобы снести один отряд чемпионов. И второй тоже очень сильно покоцан. Так что, даже так удается, в принципе, эту страдку отбить. Вот, собственно, то, о чем я и говорил. Заказываются лучники. Никогда не делайте очередь из постройки. Если у вас много денег, давайте посмотрим на имл-адрес. Ну, у вас немного денег, да? Если вы сейчас имл-адрес, но, типа, у вас есть лишние деньги. Вы можете построить еще одну казарму. И строить из двух одновременно. Либо построить еще ферму. Но не вышку. Ну, то есть, зачем здесь вышку ставить? Здесь еще ладно, если вы пушите, например. Построить до кучи вышку, чтобы она мешала. Ладно. Или статую. Здесь нет смысла. Начинается заваруха. Опять-таки, я вижу, что лучники в ближнем бою. Чемпионы тоже огребают. О, кстати, чероп переключил. Но не всех, правда. А уже всех. Переключил теперь уже. И на стену щитов, и на оборонку. Снова он заформил противника. Еще два отряда. Неплохо. Неплохо у него получается. Строит фонтан сейчас. Ой, я забыл ник. Сигенаевка. Ну, беда в том, что Сигенаевка лучников в ближний бой посылает. То есть, ну, не стоит так делать. У имл-адреса очень даже неплохие лучники. В том плане, что они толстые. Но это все же лучники. И в ближнем бою они огребают. Поэтому не надо так делать. Постройка из двух казарм. Увы, никто не нападает с флангов. Никто не захватывает сигналочки. А зря. Давайте мы немного промотаем. Видим уже больше, больше войск у Черы. Сигенаевка выходит в конницу. Ну и собственно все. Мудрость террестора у него откатилась. Конечно, лучше на крепость кидать, а не на казарму. По крайней мере, в начале. Сейчас-то точно надо куда-то юзнуть. Если не на крепость, то на кузницу. Опять-таки, если бы они сражались на флангах, можно было бы кинуть на конюшню и построить всадников ветра. Вот теперь неплохо заформил Сигенаевка всю пехоту. Черы. Черы ее не контролил. Но тут такая же проблема. Тут некоторые отряды на агрессивке побежали. Некоторые просто на нейтрали. Вам не нужно много урона против лучников, если вы мечи. Потому что мечники их контролируют. Вам надо жить. Поэтому вам надо оборонку врубать. А вот лучники, это другое дело. Лучники как раз-таки должны быть на агрессивке. Они урон в себя не особо-то впитывают. Они его наносят. И надо, чтобы они больше наносили. Тем не менее, удается сейчас на Сигенаевке, по сути, отбить полностью все, что было у Черы. Но никто до сих пор ничего не сносит из экономики. Так что эти размены особо ничего не значат. Посмотрим по прокачке. Скоро будет 5 очков, по сути, у Сигенаевки. У Черы, у Черы, пардон. Выход в стрельбище. И в Конницу. Это слишком жирно. Смотрите. Конница, окей. Это неплохой вариант. Конница качается вместе с Арафантом. Но для этого не надо воевать на одну линию. Надо бегать и сносить что-нибудь. То есть, можно типа с флангов нападать вместе с Арафантом, чтобы его быстрее прокачать. Хорошая идея. Рейнджеры в начале не строятся, потому что выгоднее строить лучников. Когда у вас уже толпа лучников, тогда можно построить стрельбище и выйти в огненные стрелы. Когда у вас дохренища денег будет, либо вы специально играете в Варонарта через союз с эльфами, тогда можно строить рейнджеров. То есть, у них сразу обстрел откроется. Сможет форму выбрать. А просто строить, типа, ну, то есть, разные виды войск без какой-либо комбинации, это плохая идея. Ну, тут как бы парень, он просто сидит, он вышки лучников запихнул, соответственно, нападать этой пехотой, это плохая идея, потому что, ну, будет размен. Плюс, еще и у Черри почему-то войск меньше, чем у Сикинаевки, хотя у Сикинаевки они дороже стоят. Ну, то есть, у него, в смысле, есть-то деньги, но деньги не тратятся. Вот она проблемка еще тоже. Ну, даже если он снесет эту башню, размен того не стоит. Если ваш противник кемперит, постройте возле него статую, фонтан, тоже вышки, и бегайте армией, и проносите его. Постройте требушеты, снесите вышки требушетами. Ну, такое, короче. Давайте промотаем, потому что, что-то прям очень грустно. Войска немножко построились. Здесь дальше сидят на базе. Коница бегает. О, флаги он сделал на конницу. Апгрейды стрел сделал, ну, это просто уже все, хана. Ну, не нападай, брателло, не нападай на него. У тебя же армия слабее, так у него еще и грейды есть. Ты же сейчас фидонешь. Ну, хотя ладно, это имл адрес. Имл адрес не фидонешь. Только разве что героев, которых тут нет. Но все равно это грустно. Он построил библиотеки, то есть, он реально решил, кем перейти. Если Чера срочно не начнет строить требушеты, и не начнет тратить эти деньги, то он будет ловить на голову 25 очки. Но пока что мало очков, конечно. Хорошо, конница проехала, копейщиков тут нет. По сути, всех забрала. Можно развернуться и добить оставшихся воинов. Потому что здесь остались огрызки, их можно как бы восстановить на фонтанчике. Ну, не знаю, почему он испугался. У него преимущество. Можно было бы даже Арафанта убить. Эти парни без копейщиков, ну, никогда в жизни конницу не сольют. Ну, ок. О, Чера додумался построить требушеты. Неплохо. Успеет ли он это сделать? Вот это вопрос. Третья уже библиотека. Фонтан надо поставить. Заградить второй уровень, чтобы были флаги. Чтобы быстрее воскрешались войска. Строить копейщиков. А, он построил два отряда. Нужно быстрее заказывать. Просто, вот, почему. Простой идет. Деньги есть? Стоп, не туда. Да, все равно деньги есть. Они не тратятся. О, начал грейдить флаги. Неплохо, неплохо. То есть, прикол в том, что у Имладриса нет экономики. Но у Имладриса сильнее армия. Потому что он тратит деньги. А вот Чера не тратит. Почему-то вторая мастерская. Ну, ладно. Вот сейчас деньги потрачены. Уже все причем. Флаги были сделаны. Нет. А, нет, пардон. Перепутал. Видимо, на какого-то героя деньги были потрачены. В таком случае, плохая идея была строить вторую мастерскую. Нужны требушеты, а не хватает бабла ни на один даже. Без деньги тратятся дальше. Флаги делает. Хорошая идея. Блин. Ну, вы, конечно... Я все понимаю, ребят. Ну, типа, пожалуйста, не присылайте реплеи, в которых вы тупо сидите на базах. Раз уж я взялся это говно комментики, я, конечно, добью до конца. Ну, еб твою мать. Просто чельки с чилят на базе. Ничего не делают вообще. Это очень грустно. Копейщики побежали. Конец сейчас свалит. О, у рейнджеров огненные стрелы. А, вот куда деньги были потрачены, походу. Ну, такое. Гендальф построился из таверны. Но Гендальф тебе не поможет эти вышки снести. Тебе нужны требушеты, бро. Требушеты. Он дальше... А он четвертый уже построил. Он вообще экономику не строит. Ну, тупо нифига нет. 450. Второй тир. Ну, второй тир, ладно, фигня. Третий тир когда будет. Вот тогда... У тебя будут проблемы. Хотя, мне кажется, проблем нет ни у кого. У всех все хорошо. Здесь спокойно. Мир царит. Никто ничего не делает вообще. У них достаточно денег. Они... Они изобрели какое-то средство получения денег. Из воздуха. У них есть деньги. Они просто тусят. Они что-то смотрят. Они смотрят за тем, как танцуют хоббиты. Бегают. Они развлекаются. Что происходит? Почему им ладрис не строит больше экономики? Это загадка для меня. Почему арнор не нападает? Это тоже загадка для меня. Поехала конница. Ну, а здание еще не третьего уровня. Так что они не стреляют. Можно сносить. Вот если бы фермы были третьего уровня, конница бы долго не прожила. Минус ферма. Здесь затишье. Минус вторая. Продолжаем чилить. О, в атаку пошли. Ну, я бы отправил хотя бы отряд копейщиков на помощь. На помощь крестьянам, которые деньги добывают. Чтобы арнорцы могли чилить. Ну, вот снова. Вот смотрите. У тебя есть два требушета. Зачем ты подходишь под вышки и сливаешься? Для чего? Он же ничего не делает. Он же сидит. Просто обстреляй его вышки, а затем убей. В итоге к моменту... Блин, они еще промахиваются. К моменту... О, вот. К моменту, когда надо сражаться. А уже нечем сражаться. Копейщики все сдохли нахрен. Он сейчас требушеты снесет. А, я забыл про Гендальфа. Но, тем не менее. Минус. Минус требушеты. Рип. И он еще и успел свалить оттуда. Красавцы рейдеры просто. Причем оба... Серьезно, все отряды живы. Жесть. Скажем так. Всю мою грусть, если бы я был на месте Арнора, не передать словами. Сейчас Арафант погибнет. Бро, отступи. Арафант очень плохо себя чувствует, когда его бьют и в него стреляют. Нет, все хана. Я же говорил. Лучше все-таки отступить. Ну, еще одна вышка в минусах. Очень неплохо так покоцаны лучники стали. Гендальфа можно убить этих копейщиков, чтобы прикрыть трибушеты. Минус один трибушет. А, поздно. У них просто броня, да? Он броню сделал. Если у них броня, то у них иммунитетка отбрасывания. Эх, бедный Гендальф. Гендальфа надо на оборонку, иначе он сейчас сдохнет. Хилку можно взять. Спаси Гендальфа. Нет, нет. Увы. Ну, грустно. Забавно то, что имладрис выбрал открытие карты. Зачем тебе знать, что делает противник, если ты сидишь, и он сидит? Арнор построил мечников против конницы. Копейщики нужны тут. Тебя насилуют всадники. Причем анально насилуют. Копейщиков штампуй и просто, блин. До бесконечности штампуй копейщиков. Все, они уехали. Это сейчас сколько было? 6 требушетов, кажется, в минусе. Если я не ошибаюсь. Или всего 4. Новый вышел требушет. Есть немного денег еще. Можно наспамить копейщиков отсюда. Он строит. Рейнджеры, ну да, наверное. Блин, у имладриса сейчас было 8 тысяч. Сейчас, походу, Элронда строит. Но войск у него до сих пор ни хрена нет. Это грустно. Кстати, требушеты не то, чтобы уже нужны. Тут можно вот так пройти. Он вышел в третий термин. Совет Элронда. Жопа. Сейчас эта жопа призовется на твою армию, которой нет. Но призовется, да. Построились лорды. Еще одна сплэш-убивалка. Еще больше конницы делаются щиты всадников. Эти тусят на базе. Интересно, а имладрис понимает, что он и так может выиграть? То есть, просто иди и снеси все. Видимо, нет. Денег очень мало. Но больше экономики стало. Нет, не стало. Нет, не стало. Просто фермы прокачались. Жесть. Последняя библиотека строится. Братишка, смотри, сколько места. Построй фермы. Ладно, я не могу. Он невыносимо уже. Просто жесть. Так, начинается заваруха. Совет Элленда призвался без войск. Просто отдал гондорцев на съедение. У тебя есть совесть вообще? Что они тебе сделали? Прикинь, гондорцы пришли помочь этим сраным эльфам. А вместо этого эльфы просто чилят у себя в Ривенделле. И ждут пока гондорцы сдохнут. И гондорцы сдохнут. Даже супер жирный бормир здесь долго не продержится. Поехала конница. Копейщиков нет. Точнее, есть один отряд. Два отряда. Два отряда. И этого недостаточно. Чтобы защитить... Смотрите. Допустим, у вас есть один отряд рейнджеров. У противника есть один отряд конницы. В таком случае вам нужен один отряд копейщиков. Чтобы защитить этот отряд рейнджеров. Если же у вас отряд рейнджеров... А у противника 6 отрядов конницы. То вам надо минимум 6 отрядов копейщиков. Минимум. Потому что у вас может быть больше рейнджеров. И вам надо будет больше площади покрыть. Это слишком дохера конницы. И слишком мало копейщиков, чтобы ее контрить. В итоге снова минус. Может его троллит? Этот челик. Не, вполне возможно, что он просто издевается. Хотя... Тут сложно сказать. У конницы уже есть броня, щиты, флаги и мечи. Охренеть. Просто жесть. И скоро будет 25-ка. Тут тоже что-то есть. Есть броня. Где кузница у него? А вот. Клинки еще надо будет сделать. Но тут, блин. Тебе на самом деле не грейды нужны, а количество, количество. Арафант нужен, чтобы броню давал. Куча пехоты. Выйти в клинки запада. Кстати, в клинки запада он может выйти сейчас. Это еще можно закомбетчить. Как бы глупо это ни звучало, но Младрис-то он ничего не делает. У него нет экономики. Он не развивается. Все, что надо, это взять сейчас клинки. И первое, пережить 25-ку. Это будет сложно, но деньги есть. Можно там вышки построить, когда она призовется, например. Не строить эти требушеты, это бесполезно. Для чего? Что сносить требушетами? Вышка одна стоит. Зайди просто с другой стороны. И к копейщикам еще мечников построить. И, кстати, раз такое количество конницы еще и с апгрейдами, желательно прожимать стойку ежа, когда они давят. Я вижу, что конница уже настолько посрать, что она по копейщикам ездит и не особо-то урон получает. Ну, вообще-то получает, конечно. Но он ее постоянно воскрешает возле фонтанов. А он уже сделал в крепости апгрейд фонтанчиков. Он получше, чем этот будет. Хотя я советую вот здесь стоять. Будет эффект и от этого, и от этого. Конечно же, они не складываются для тех, кто, может быть, интересуется. То есть, нельзя строить много фонтанов, вы не получите усиленный эффект от регенерации, но зато воскрешение будет стачиться. То есть, быстрее будут воскрешаться войска. Ладно, минус вышка сейчас будет. Ну, не то, чтобы это надо было делать, но ладно. Полетел Орел. Есть всего два отряда рейнджеров, хотя он сейчас сдохнет. Да-да, они с грейдами, в принципе. Изи. Может, он не сдохнет, но при смерти останется. Жесть, какой же странный матч. Клинки запада. Бери, строй больше войск. Снова 4 тысячи. Арафанта и Орведуя построй. Будет до хрена брони. Плюс клинки запада. Плюс больше чуть-чуть копейщиков, потому что уже потерял из-за лучников. Все, конница сдохнет. Прожми стойку ежа. Неужели конница уже может даже в ближнем бою его снять? Нет, вряд ли, вряд ли. Жесть. Нет. Нет, ты сейчас потеряешь все войска. Просто грустно. Орлов нельзя сейчас призывать. Если что. Ну, Орлы тоже хорошая билка, в принципе. Но просто в этой ситуации, чтобы закомбетчить, нужны клинки. Орлов нельзя призывать, потому что здесь все стреляет. Прошло уже сколько? 24 минуты. У него все здания третьего уровня. Ну, фермы в смысле. Казарма второго. Стреляет. Крепость стреляет. Тут даже вышки не нужны. Орлы не переживут столько стрел. Мотаем. Блин, помните? Такой старый ролик. Еще с 2000-х, наверное. Самый медленный убийца в мире. Который ложкой пытался убивать. Вот этот реплей мне напоминает этот ролик. Это просто ужасно. Нет, ну, им ладрис получает удовольствие. Я точно могу сказать. Ему хорошо сейчас. Я прям вижу, как он сидит. Бургер какой-нибудь хавает. Левой рукой. А правой играет. Так лениво, потягиваясь. Ему даже впадло экономику строить. Настроил конницы. Сделал вылазку. Снес войска или три бушеты. Подъехал под крепость. Восстановился. Снова сделал вылазку. Пошла атака. Но проблема в том, что войск все равно очень мало. Их нет. Он даже без конницы-то и может пробиться. Тут так мало копейщиков, что конница по ним ездит. И не чувствует урона. Ну, один знаменосец сейчас почувствовал урон. Ну, накопи ты побольше. Ну, блин. Ну, что ж такое-то? Какая грусть. Сейчас Гендальд вздохнет. Можно взять хилку и его спасти. Они очень сильно хотят его убить. Нет, не останавливайся, Гендальд! Жесть. Повезло. Вот эта стойка дает дальность стрельбы, если что. Не могли его убить. Ну, тут прилетел петух. Ривендельский. А, нет. Ладно, ладно. Я думал, что он его добьет. Но, видимо, рейнджеры не так. Только не говори мне, что эти копейщики пошли в атаку. Но ведь их два отряда. Тут... Ну, даже... Ладно, хрен с ним. А, все. Отменил. Замечательно. Я уже хотел бы гордить. Ну, в целом, ну, можно же... Ну, как вы так играете, пацаны? Я не понимаю. Я просто, блядь, не понимаю. Ну, ладно. Хуй с ним. Вы новички. Вы не шарите в игре. Ну, понятно. Все были новичками. Но, чисто математически, это количество войск, оно же меньше, чем это количество войск. С этим я имею ввиду вместе. Соответственно, чтобы его победить, ты должен построить больше войск, чем у него. Какой смысл нападать тремя отрядами, если ты сольешься? А у него останется то количество войск, которое есть. Построй больше, чем у него. Блядь. Окей. Вот это уже выглядит хорошо, но лучников мало. Он сейчас сможет лучников зафокусить. Что он и делает, собственно. Блин. Им ладрис бэмит. Окей. Я уже убеждаюсь в этом. Элронда построил. Неплохо, неплохо. Теперь надо зафокусить Орла, потому что он сейчас начнет подсирать. Элронда копейщиками. Но нет, клинков Запада. С клинками Запада они бы его изи вообще убили. Они, конечно, его тоже разбивают нормально. Сейчас надо юзать агрессивку, а не оборонку. Потому что ты бьешь героя в ближнем бою с разных сторон. Гендальфу тоже надо агрессивку было врубить. Иконница убивает лучников. Ну, классика, короче. Им ладрис бэмит. По жесткому причему. Ранили. Уходит на соплях. Уходит на пиксели! Иконница жива осталась. Конечно, им ладрис потерял много войск с грейдами. Но это не сравнится с тем, что потерял сейчас Арнор. Войск нет. Войска не строятся, хотя в казне 8000. Потому что он уже сдался. Ну что я могу сказать? Это очень грустно. У им ладриса есть две обилки. Третьего тира и двадцать пятка. Если сейчас выпадают гномы, то риф. Выпали гномы! Лол. Все, победа. Он еще и визончик. Ну, короче, я не знаю. Стоит ли подводить итоги. Как по мне, все, в принципе, понятно. Проиграл Арнор. Почему? Потому что, ну, оба игрока, они АФК-шили. Вот. Но... Им ладрис АФК-шил лучше! Я не знаю. Ну, в целом, типа, не стоит сливать маленькие отряды. Когда твоя армия слабее. Стоит атаковать с флангов. Стоит захватывать... О, боже, аж спать хочется от этого реплея. Стоит захватывать нейтральные поселения. В смысле, здания, пардон. Крипится можно было, там были пауки. Ну и как-то, я не знаю. Не отдавать свои войска на убой. Всем спасибо за внимание. В описании под роликом. Вы найдете информацию о том, как скачать эту игру. Куда присылать реплеи. И... Че-то. Как играть по сети. Приходите на стримы. Они в 6 часов по Москве. На Твиче. Ссылочку я буду в описании. Ролик уже вставить. Надоело прикреплять. Всем спасибо. Всем пока.